Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки, Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог. А посреди тайги, в охотничьей землянке, Закашлялся во сне невзрачный мужичок. Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный, Наткнулся на ручей, упал, к воде приник. И вдруг прямо на него, как немец из тумана, С дымящимся стволом выходит дед-лесник. И выстрел заглушил шум дальних электричек. Остался у ручья невзрачный мужичок. В кармане у него нашли коробку спичек И пачку сигарет с названием «Дымок». Но вот я, конечно, не один раз прочитал эти стихи. Меня стала мучить неясность, за что пострадал вот этот вот мужик. Что такого, что он выбежал из тумана, Приник к воде, ну и был вот так вот, бежалось на застреле. Я предполагал, что может быть, Он и есть поджигатель, да, и за это и пострадал. Я разговаривал, но уверенности, конечно, никакой нет. Я разговаривал об этом с официальным представителем МИД, конечно, Марии Захаровой. А у нее своя версия появилась. На ее взгляд, безупречная. Она сказала, что человек в лесу явление неестественное. Поэтому, конечно, как только лесник его увидел, Он его застрелил. Но, на мой взгляд, версия тоже не была исчерпывающей. Поэтому, значит, я, когда в Сочи на днях увидел Сергея Лаврова, Я у него, конечно, сразу спросил, В чем все-таки здесь дело? Почему был застрелен человек у ручья, дедом лесником? Ага, говорит, ну, случайно. Все. Вот, понимаете, вот к этому стихотворению Должно прилагаться, конечно, вот это исчерпывающее уже на этот раз, Конечно, объяснение. Очень логичное. Вот. Спасибо.